Я хотел бы прочитать текст еще на Писание, или точнее несколько текстов, об одном царе из Ветхого Завета, которого звали Амассия. Это вторая книга про Липоменон, 25 глава. Этот царь воцарился в Иудее после того, как убили его отца Иоаса. И в то время, когда воцарился этот царь, уже единой страны не существовало. Эта страна была разделена на два государства, на страну Израиль со столицы Самарии и на страну Иудеи со столицей в Иерусалиме. И вот как раз Амассия, он был царем в Иерусалиме. И о нем написана интересная характеристика. Я прочитаю первые два стиха 25 главы. «Двадцати пяти лет воцарился Амассия, и двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его и его дань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца». Друзья, здесь об этом человеке сказано и хорошо, и плохо одновременно. Он делал угодное в очах Господних. Это хорошая характеристика, но не от полного сердца. Это характеристика отрицательная. Она портит впечатление от первой части характеристики. И вот я хотел бы немножко поговорить о том, что делал Амассия угодное в очах Господних. И как это проявлялось. А потом немного поговорить о том, что он делал неугодное в очах Господних. И как все это относится к нам с вами. Друзья, Амассия воцарился, я уже сказал, после убийства своего отца. В 24 главе написано, что заговорщики составили против Иаса заговор, даже указаны их имена, и они убили царя. И вот так написано про Амассию с 3 стиха. «Когда утвердилось за ним царство, тогда он умертвил рабов своих, убивших царя отца его, но детей их не умертвил, как написано в законе, в книге Моисеевой, где заповедовал Господь, говоря, «Не должны быть умершляемы отцы за детей, и дети не должны быть умершляемы за отцов, но каждый за свое преступление должен умереть». Друзья, Амассия жил в то время, когда люди мстили за кровные обиды. В общем-то, это было даже не беззаконно. То есть, закон Моисеев разрешал мстить кровь за кровь, око за око, зуб за зуб. Но до царя Амассии нередко были случаи, когда те люди, которые получили какую-то обиду и воцарялись, а потом обретали силу, их месть не имела границ. Они убивали не только обидчиков своих, не только тех, кто был виновен непосредственно в смерти, например, отца, но и детей их, и род их. И так иногда написано, что убивали всех принадлежащих, и даже животных убивали принадлежащих к этому роду. И вот Амассия вырос в среде, которая побуждала к таким поступкам. Более того, это было политически мотивировано. Потому что могли ему сказать так, Амассия, вот если ты не убьешь всех, то маленькие дети, подростки, молодежь, которых ты сейчас оставишь живых, они же все равно не встанут на твою сторону. Они же не подумают, что ты прав. Они будут составлять против тебя заговор. И когда они укрепятся, а ты ослабеешь, они обязательно тебе отомстят. Это даже политически правильно сделать, как поступали другие цари. Но обратите внимание, что Амассия, он написано, умертвил, то есть он произвел суд, он казнил виновных в смерти отца, но детей их не умертвил. Почему? Как написано в законе, в книге Моисеевым. И первая положительная черта Амассии заключается в том, что он умел ограничивать или мог как-то приводить свои эмоции, свои чувства, ограничивать рамками священного писания. И для меня это был очень ценный урок из жизни этого человека. Итак, Амассия умел свои чувства, свои эмоции, свои желания ограничивать рамками священного писания. Друзья, это бывает нелегко. Ну, в наше время, конечно, у нас не бывает вот таких искушений, чтобы кого-то убить, а бывает искушение другого плана. Но и в наше время тоже существуют определенные рамки, определенные границы священного писания, которые не позволяют нам выходить за эти границы в наших чувствах, в наших эмоциях, в наших каких-то желаниях. Друзья, я скажу, что мы очень часто не способны на такое ограничение самих себя. Ну, вот, например, написано в некоторых текстах священного писания сказано, солнце да не зайдет во гневе вашем. Написано, что гневость не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. Когда я был еще много лет назад, читая этот текст, знаете, как я себя его истолковывал? Я думал, что вот мой гнев, он должен быть таким солнечным. То есть, вот, я гневаюсь, но мой гнев должен быть хорошим, то есть, нести солнечный свет, то есть, солнце да не зайдет во гневе. То есть, мой гнев должен быть настолько праведным. То есть, гневаться можно, но гневаться нужно правильно, чтобы он, как солнышко, освещал всех людей. Друзья, потому что совсем не гневаться не получается, да ведь? Здесь написано, солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть, когда ты ложишься спать, и солнышко заходит, ты должен уже примириться с человеком, у тебя не должно быть гнева. Поэтому зимой меньше времени гневаться, летом чуть больше. Друзья, но сам факт, если бы мы слушались этого слова, то много проблем в семейной жизни было бы решено. Я помню, когда я шумел на своих детей, как-то однажды очень активно, потому что они сильно провинились. И вот, знаете, я превысил норму, даже на крик где-то сорвался на своих детей. И вот в этот момент времени у меня в голове возникла мысль. Написано, всякий крик, да будет удален от вас. Как вы думаете, какая мысль появилась тут же рядышком с этой мыслью? Я уже много раз говорил о том, что каждый человек считает себя исключением. Что это такое? Это означает, что он в принципе согласен с какими-то правилами. Он говорит, да, это хорошее правило. Это замечательная заповедь Господня. Это очень хорошее устройство в церкви. Это замечательное правило в государстве. Но конкретно ко мне, конкретно в данной ситуации оно не подходит. Друзья, мы все так живем. Я помню, как-то мы ехали на машине с братьями и всю дорогу братья рассуждали о том, как плохо все в России, потому что законы не писан для начальников и все их нарушают. И как у нас все куплено, какая коррупция. Вот так они возмущались, что в России все плохо. И в это время мы приблизились к одной большой-большой очень пробке. И они, недолго думая, эту пробку обогнали по встречке и втерлись в первую машину. Я говорю, братья, у вас нет никакого разномыслия в голове? Вы только что рассуждали, что все плохо, и что в стране все нарушают правила, ни для кого закон не писан, а только что так же поступили. Они говорят, нам же надо, мы же опаздываем на собрание. Друзья, то есть человек – исключение. Любой человек – это исключение. Он понимает, что в принципе правило хорошее. Он понимает, что в принципе так должно быть. Но в данном конкретном случае, прямо сейчас, это мне не подходит. И тогда у меня эта мысль тоже возникла, что я вот кричу на детей, и мысль такая, всякий крик-то будет удален. Его не должно быть в жизни христианина. Стоп, другая мысль. Но если сейчас я не буду на них кричать, они же просто не поймут. Поэтому это в принципе правило хорошее и правильное, когда оно что-то ко мне направлено, не надо на меня кричать никому. А вот если, значит, я кричу, то иногда это обосновано. Друзья, вот так мы относимся к Слову Божьему. И Амасия, он в принципе мог так же отнестись. Он мог бы сказать, да, в принципе написано, что дети не должны быть умрешляемы за дела родителей, но в данной ситуации, если я оставлю этих детей живыми, они потом отомстят мне. Я не должен их оставлять живыми. У него масса аргументов было. Друзья, но Амасия умел, умел свои эмоции, свои чувства и свои желания, умел ограничивать рамками Священного Писания. К тому времени, когда жила Амасия, Слово Божие уже не было сильно популярным. Мы знаем, что уже закон Божий, он не всегда читался в храме. Мы знаем, что книга закона уже, тоже она и терялась, и находилась, и не все ее знали хорошо. Но вот он не просто читал эту книгу, он не просто знал заповеди Моисеева. Он их конкретно применил в конкретной ситуации, тогда, когда у него было все возможности сделать иначе. Обратите внимание на третий стих. Когда утвердилось за ним царство, когда он стал сильный, когда он обрел власть, и тем временем было все возможности отомстить, он не сделал. Он ограничил свои эмоции рамками Священного Писания, друзья, и это замечательно. Что было дальше? Я уже сказал, что это было два царства. Значит, царство израильское, царство иудейское. И царство иудейское досталось Амасии в очень слабом состоянии. То есть оно было действительно в состоянии экономического такого кризиса, в состоянии политического кризиса. Но его отца убили, был там заговор, это все тянулось не один год. Это до этого правления, до этого заговора правление Иоаса было не очень сильно положительным во многих местах. И в общем-то Амасия получила в свое распоряжение царство в таком полуразрушенном состоянии. Я еще раз скажу, экономически, политически и военном состоянии. И вот этим, с этой слабостью иудеи стали пользоваться государства, которые окружали иудею. Там было такое государство, сосед. Это было Идумея. Идумея – это потомки Исава. Ну помните, два брата Исава и Иаков. И вот потомки Исава – это идумеяне, жители горы Сеира. Они воспользовались слабости иудеи и решили пойти на них войной, чтобы поотрезать себе несколько кусочков земли, чтобы завоевать некоторые города и чтобы немножко увеличить свое царство за счет слабой иудеи. И вот Амасия, когда он утвердился, когда он стал царем, он столкнулся с этой проблемой, что на него войною идут идумеяне. И он решает собрать войско, чтобы это войско дало отпор этому войску идумеян. И он собирает войско. И войско оказалось достаточно большим. Это 300 тысяч человек. Это пятый стих. Собрал Амасии иудеев и пересчитал их. И было 300 тысяч человек. Но это войско, оно не было профессиональной армии. И мы читаем в пятом стихе, что он поставил под власть тысяч начальников и стоначальников. То есть фактически он это только организовал. То есть он только это сделал. Этого не было сделано раньше. Это было сделано когда-то давно, но потом это рухнуло. И теперь он говорит, давайте вы будете тысяч начальниками, вы будете стоначальниками. Он пытается их соединить. Но вот собрав это огромное войско, когда-то я читал, когда на Россию напали одни враги, то царь тоже издал указ, чтобы с каждой деревни, от каждых десяти человек по одному пришли в ополчение и взяли с собой оружие, которое есть. И вот описывает историк, что собралось вот это войско из крестьян российских деревень. У кого были с собой виллы, у кого топоры, у кого там кол какой-то. Ну и вот такая армия была. И вот надо было идти против каких-то там рыцарей, шведских, наверное, или еще против кого-нибудь. Это было достаточно печальное зрелище. Друзья, вот так и здесь. Вот он собрал это войско. Но народу много, но оно такое не очень устроено. И он тогда думал, что же делать? И он принимает решение попросить помощи царя Израильского из второго царства. А между этими двумя царствами были разные периоды. Были периоды, когда они были во вражде, израильтяне и иудея. Были периоды, когда они дружили очень сильно. А были периоды такого нейтралитета, когда два царства жили параллельно друг к другу, друг друга не трогали. И вот как раз тот период, о котором мы сейчас читаем, это период такого нейтралитета. И царь Амасия посылает к царю Иасу, его тоже звали Иас, как отца Амасии, так и царя Израильского звали Иас. И говорит, дай мне войско, хорошего войска, чтобы я мог пойти против Идумьян. Он говорит, хорошо, я тебе дам войско, сто тысяч человек. И ты мне заплатишь за это деньги, сто талантов серебра. Ну хорошо, но сто талантов серебра по тем временам это было уже достаточно много. времена Соломона, где серебро не считало за деньги, уже миновало. И в общем-то, сто талантов серебра для бюджета иудеи это была приличная сумма. Он собирает эту сумму, отдает царю израильскому, Иасу, и получает в распоряжении сто тысяч человек, профессиональной армии, профессиональных людей, отважных, отборных, тут написано, людей, таких сильных, храбрых воинов за сто талантов серебра. И вот такая армия, 300 тысяч ополченцев, готовых воевать, но не очень сильно умеющих, и 100 тысяч профессионалов, нанятых из Израиля. И вот с этим огромным войском он решается двинуться на Идумею. И вдруг в 7 стихе написано, происходит такая ситуация. «Но человек Божий пришел к нему и сказал, царь, пусть не идет с тобой войско израильское, потому что нет Господа с израильтянами, со всеми сынами Ефрема. Но ты иди один, ну в смысле только твое войско. Делай дело мужественно, подвязайся на войне, иначе повергнет тебя Бог предыдуетцом врага твоего, ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть». И вот у Амасия попадает в ситуацию. То есть он совершил ошибку, он не посоветовался с Богом, он не посоветовался с пророком, он нанимает войско, и вдруг ему пророк говорит, не надо это войско брать с собой, ты его отпусти. Впереди война, его войско неподготовленное, он заплатил большие деньги, и теперь ему надо принять решение, отпускать это войско по слову Бога, по слову пророка, и уповая на Бога, идти на войну с тем, что есть, или все-таки пытаться выйти из положения вместе с войском израильским. И вот тогда Амасия задает вопрос пророку. И сказал Амасия человеку Божьему, а что же делать с теми стами талантами серебра? Ну я же заплатил, но если бы ты пришел вчера, я бы еще не успел отправить перевод, а сейчас я уже заплатил, уже деньги-то уже ушли, что мне смеют делать-то? Никто же мне их не вернет, жалко же деньги. Ну и тогда пророк говорит, отвечал человек Божий, может Господь дать тебе более сего. Друзья, второе, что делал положительное Амасия в своей жизни, почему написано, что он делал угодное в очах Господних, он готов был слушать Бога даже тогда, когда это несло материальные трудности, материальные потери. Друзья, все мы совершаем ошибки. Да, у нас бывают случаи, когда мы не пободрствовали, не посоветовались, когда мы что-то сделали неправильно, и потом мы поняли, что мы делаем неправильно. И теперь нужно поступить правильно, поступить по Божьему. Но это несет определенные материальные сдержки, определенные материальные потери. И иногда у нас бывает такая мысль, что, ну я же, если сейчас я так поступлю по Божьему, я же что-то потеряю. Вот у Амасии, у него было такое состояние сердца, что он готов был потерять, потерять большие деньги, лишь бы не пойти против воли Божьей. Я знаю один такой случай, когда один молодой человек жил в церкви, член церкви, молодой брат, ну и все молодые хотят подзаработать, и ему его товарищ, неверующий товарищ, тоже его одногодых, друг его, говорит, давай мы сделаем такое дело. Значит, есть там, в другом городе, есть одна машина, она очень дешево продается, можно ее купить, она без документов, правда, но можно купить эту машину, пригнать в наш город, там из-за границы, там границу надо пересечь, и здесь ее продать по запчастям, и будет достаточно хорошая прибыль. Но он подумал, подумал, ну нам можно хорошее дело это сделать, но надо вложить деньги. Ну, этот молодой брат берет деньги в кредит, там или кого-то занимает эти деньги, этот неверующий тоже свою долю, и вот они складываются, две доли, и едут туда, в ту страну, недалеко от своего города, там где-то на границе-то было, и покупают эту машину, отдают за машину деньги, покупают, и обнаруживается, что эта машина не просто без документов, она еще и какая-то краденая. И теперь ее перевезти через границу, ну, легально вообще невозможно. Но есть вариант, перевезти ее нелегально. И вот этот брат молодой, понял, что он попал в ситуацию крайне неприятную, и он не знает, что делать. И он звонит своему другу, верующему брату, своему товарищу в церковь, молодому такому же другу, и объясняет ситуацию. И тот ему говорит, слушай, ты поступил крайне неразумно, вот если бы ты со мной посоветовался, я бы тебе сказал этого не делать. Но раз ты уже в эту ситуацию попал, давай мы с тобой назначим пост, и ты это дело делай, потому что если ты этого дела не сделаешь, ты все деньги потеряешь. Мы будем поститься, чтобы ты перевез эту машину, чтобы никаких проблем не случилось, ты ее продай, деньги верни у кого занимал, но пообещай, что так больше никогда делать не будешь. Ну, этот молодой товарищ, ну, этот брат, который попал в переживание, обрадовался этому совету, говорит, давай поститься будем, чтобы Бог нас благословил. А потом все-таки решил позвонить, ну, то ли он своему отцу позвонил, то ли присвитеру церкви, ну, кому-то из старших братьев, искал такую ситуацию. А тот говорит, нет, не надо ни поститься, ни молиться, все, бросай и езжай домой. Оставляй машину, все, деньги. А он говорит, а деньги? Отработаешь, пойдешь на простую работу, будешь зарабатывать, отдавать, и езжай домой. А он говорит, ну, как мне поступить? Я же, ну, ситуация тяжелая. И вот у этого брата есть выбор. Значит, два совета. Либо возложить все упование на Бога и сделать это дело, а потом принять этот урок и никогда больше так не поступать. Или все-таки потерять все деньги и не рискуя вернуться домой. Как правильно поступить? Ну, вот он выбирает второй вариант. Он выбирает второй вариант, едет домой, и терять, а потом еще какое-то время, там несколько месяцев, или даже несколько, может быть, больше года, он эти деньги возвращал. И я считаю, что он поступил правильно. Вот Амасия совершил ошибку. Такое бывает. Бывает, что мы совершаем ошибки, но не пободрствовали, что-то сделали, с кем-то согласились, в какое-то дело влезли, ну, что-то пообещали, или там еще что-то. А потом вдруг понимаем, пророк Божий, кто-то нас обличает, или Слово Божие, или совесть, или кто-то из братьев нас обличает и говорит, стоп, ты делаешь неправильно. И у нас есть выбор. Либо потерять финансово, материально потерять, и послушать Бога. Либо попытаться выйти из этого положения кем из воды, и потом слушать Бога, когда-нибудь. Вот Амасия, у него было очень хорошее качество. Он готов был потерять финансово, лишь бы слушать Бога. Третье. Значит, вот эти люди, нанятые 100 тысяч человек, вот они немножко странные для меня люди. Дело в том, что если бы меня наняли на войну и сказали, Денис, вот я тебе заплачу там деньги, там какое-то количество, а ты пойдешь на войну, то, ну, это, конечно, здорово, ну, если бы я был солдатом в то время, конечно, сейчас бы я в любом случае не согласился, а вот тогда. А потом бы мне сказали, Денис, вот знаешь, деньги устаются от тебя, а на войну идти не надо. Ну, что бы, я бы просто порадовался, да, и деньги получил, на войну идти не надо, не рисковать не надо, не убьют тебя, не ранят, домой придешь пораньше, а деньги получаешь те же самые, красота. Так вот эти 100 тысяч, у них был какой-то другой настрой, они очень сильно обиделись на Амасию, прям настолько сильно разгневались, что, даже, вот написано, что весьма разгневались на Амасию, и пошли там, еще и по дороге, пока шли домой, еще города Иудина немножко там побили по дороге, потому что, ну, бывает, человек разозлился, берет, вещь кидает, вот так эти шли по дороге, там, что-то поразрушали, потому что им очень сильно было обидно, что их выгнали. А почему-то они так обиделись, трудно понять. Ну, наверное, какая-то гордость человеческая была задета, сначала их наняли, потом сказали, что вам не нужны, с вами Господа нет, какие-то вы там люди второго сорта, и идите домой. Наверное, это было обидно. Возможно, они еще рассчитывали на какую-то прибыль с войны, потому что, ведь, когда человек воюет, он получает какие-то вещи, которые он может взять у врагов. Но мы не знаем, почему. Мы знаем точно, что они очень сильно расстроились, и очень сильно огорчились, и написано, весьма огорчились, и разгневались. Более того, я уже сказал, что Амасия, то есть Иудеи и Израиль, они в этот момент были в таком нейтралитете. Нейтралитет – эта позиция очень шаткая, то есть она может легко перевернуться в отрицательную сторону, когда между ними будет вражда. А Иудеи в ее состоянии враждовать с Израилем в тот момент времени было никак не выгодно. И тут вдруг Амасия отсылает войско, раздраженное, разгневанное войско, обратно. Большой риск того, что он испортит отношения с Савелем Израильским. Он уже испортил отношения с войском его, он еще может испортить отношения с Савелем Израильским. Вот третья черта Амасии, и третья качество Амасии очень хорошее, что он был готов поступать по воле Божией, даже если он рисковал испортить с кем-то отношения. И вот это мне очень понравилось, потому что очень часто, особенно вот у молодежи, я помню, я вот уверовал, вот брат Андрей рассказывает о своем покоении, вспоминал о своем покоении, вот когда я уверовал, мне было 17-18 лет. И я помню вот это искушение, когда твои товарищи, с кем ты вместе вырос, с кем ты вместе учишься сейчас, и тебе нужно поступать по воле Божией, поступать по заповедям Божьим, и это, возможно, принесет огорчение кому-то, это, возможно, разрушит твои отношения с кем-то, это, возможно, придет тебе, что у тебя с кем-то потеряются отношения, или кто-то будет к тебе относиться хуже, или кто-то тебя будет пренебрегать тобой, и это достаточно сильное искушение. У нас, вот такой случай был недавно в Ейске у нас в городе, ну, в смысле у меня в семье, у нас участок, который мы купили, он 10 соток. Вот мы построили на нем дом, сейчас живем, а когда мы его купили, этот участок, то там рядышком дорога идет, и там никому не нужна земля, и к нам пришла администрация нашего поселка, и говорят, слушайте, ну, вот тут вот эта земля, она никому не нужна, а нам ее надо косить, там, убирать мусор, вы возьмите себе, сколько хотите еще, присоедините, огородом пользуйтесь, и все, и даже оформлять ничего не надо, и все остальное. Ну, и мы так взяли, еще там 6 или 7 соток себе присоединили, и у нас теперь огромный там участок, и мы там огород сажаем, там, главное, строить ничего нельзя, а сажать огород можно, и нам хорошо, и администрации хорошо. Вот, а у нас есть сосед, у него фамилия Десятник, такая вот, он такой вредный, ну, наверное, из всех людей, которые есть, самый вредный это он, потому что он столько зла делает всем соседям, он на всех соседей пишет доносы, там, знаете, даже есть такая видеозапись, когда он там ходит, и под соседские машины гвозди подсыпает, чтобы если вот проехал, то прокололся колесо, вот, и даже был случай такой, когда наши соседи, ну, то есть это даже по телевидению Ейска показали, и по интернету показали, такая ситуация была интересная, он же, наш сосед рядышком, через этот забор, и я смотрю, у них во дворе какой-то праздник, он такой с большим букетом роз приходит, дарит своей жене, но он уже пожилой человек, ему там уже, наверное, к 70 ближе, и он своей жене дарит розы, такой большой букет, а на следующий день появляется запись с видеокамеры, какой-то человек, ну, мы знаем, что это он, потому что видно прямо, он его машина, все, его лицо, подъезжает к одному дому и срезает у них на газоне все розы, которые там были, и вот эти розы, значит, он дарит, вот, дарит своей жене в подарок, она радуется, и, ну, много он сделал зла, вот, в наших широчах, и очень многим людям, и многие люди на него очень обозлины, он и ФБР вызывал, вот на меня лично там, о, ФБР говорю, ФСБ, вот, но ФБР он еще не может, вот, и многие такие вещи, и вот что-то он сделал какому-то соседу, я сейчас даже не знаю, что он сделал, и этот сосед настолько сильно на него разозлился, что он собрал всех соседей, там человек 20, наверное, они против него петицию составили, написали какие-то бумаги, и пришли все ко мне, вся эта толпа пришла ко мне, потому что они знают, что я там что-то грамотный какой-то, и говорят, давай, вот, Денис, все оформи, и подавай, значит, от нас всех петицию, он же тоже, говорит, тебя донимает, а почему он меня донимает, потому что он против, вот то, что мы прирезали землю, он против нас пишет эти жалобы, что вот мы там незаконно прирезали себе землю, и вот он хочет, чтобы нас эту землю отрезали. Ну, и в общем, пришли все соседи ко мне, чтобы я у них был там во главе, подавать жалобу на этого соседа. А что делать-то в этой ситуации? Ну, на самом деле, он правда всех уже замучил, этот сосед, а с другой стороны, мы же не можем так поступить, это же, во-первых, не по-христиански неправильно, а с третьей стороны, ну, у нас дом молитвы стоит в Шарочанке, и все соседи, они, в общем, дом молитвы там тоже не сильно всем нравится, ну, точнее, как бы у нас нет плохих отношений, но все равно можно понимать, что кому-то он мешает, там машин много и так далее, и в общем-то, неплохо бы с соседями хорошее отношение-то поддерживать на фоне того, чтобы против этого десятника пойти и как бы заодно быть. Вы знаете, друзья, и вот такое сильное искушение, и я-то понимаю, что так сделать не могу, я начинаю их уговаривать, я начинаю говорить, что это неправильно, давайте мы все в руки Божьей продадим и все остальное. И я понимаю, что я сейчас с ними отношения могу испортить. Ну, а как быть иначе? Вот как иначе-то быть? Ну, нельзя же пойти и поступать по греховному ради того, чтобы отношения с соседями сохранить. Но, по милости Божьей, они убедились, они отдали мне сеть бумаги, говорят, в общем, если ты не считаешь нужным, не делать, не делай. И, слава Богу, вот на данный момент, уже больше полугода прошло, отношения с соседями не испортились. Но риск всегда есть, всегда есть переживания. Вот я сейчас поступлю по воле Божьей, а вдруг он на меня разозлится? А вдруг, а это мой начальник, он разгневается, это войско израильское, войско, оно могло действительно большие проблемы нанести. Это сто тысяч сильных, отважных людей, профессиональная армия. Как ты можешь их оскорбить своим отказом? Ну, ну, а по-другому как поступить? Надо поступить по Божьему. А если они обидятся? А если они тебе вред принесут? Но здесь выбор, либо ты Бога будешь огорчать, либо людей. Он-то специально людей не огорчал, он их не обзывал, не говорил, что вы никудышны, негодные, но он поступил по Божьему, а вот это кому-то не понравилось. Друзья, третья сторона Амасии, положительная очень, в том, что он готов был послушаться Бога, даже если это привело к тому, что у него возник риск, что отношение испортилось, отношение с сильным соседом. Вот такие три положительных качества Амасии. Итак, он умел контролировать свои эмоции в рамках священного писания, он умел смиряться в рамках священного писания. Он готов был потратить свои деньги или пожертвовать деньгами, или потерпеть материальные убытки ради того, чтобы Слово Божие исполнить. Он готов был даже согласиться на то, что риск испортить отношение с соседом, таким достаточно могущественным, но ради Слова Божия он готов был на это пойти. и мы как бы видим такого прекрасного человека, ну фактически человека, с которого можно брать пример. И дальше происходит нечто странное. Вот когда я читал, и когда я исследовал эту тему, и готовился к проповеди, то я думал, что вот на этих трех пунктах я и закончу. Закончу, потому что прекрасный человек, замечательный пример для нас. И дальше дочитываю до 14 стиха, друзья, и это как гром среди ясного неба. Настолько необычный стих, настолько странное поведение Амасии, что я несколько раз перечитал этот стих, потому что подумал, что я, наверное, не понял. Но не может так резко меняться ситуация. Смотрите. Значит, он пошел, 11 стих, Амасия отважился, повел народ свой, пошел в долину соленую, побил там сынов Сеира, 10 тысяч человек, и 10 тысяч взял живыми, а еще много-много разбежалось, и потом и так далее, и так далее, и Бог дал ему большую победу. И 14 стих, Амасия, придя после поражения Идумиян, принес богов Сеира, поставил их у себя богами, и перед ними кланялся, и им кадил. Ну, ничто не предвещало беды. Друзья, вообще ничто. Обычно человек приходит к какому-то резкому перемене своей жизни постепенно. Вот он, знаете, вот здесь как-то неправильно сделал, потом здесь, потом здесь. И вот мы видим, что человек уходит от Бога, и мы ему говорим, вот по этому пути иди осторожно, потому что если ты не вернешься, ты уйдешь у Бога далеко. Друзья, а здесь ситуация совершенно другая. Человек, максимально преданный Богу, максимально человек, который ради Бога жертвует деньгами, риском поражения. Еще момент, я вот не сказал, что вот когда он отпустил эти 100 тысяч человек, он остался со своими, ну, прошу прощения, колхозниками. И теперь надо было идти против этих Идумиян, сильных воинов, которые на горах жили, а там горцы всегда были сильные, отважные люди. И он рисковал же, он просто боялся. Написано, он отважился против них пойти. То есть ему было трудно, ему надо было отвагу где-то взять. То есть он был готов Бога слушать, рискуя даже своей собственной какой-то безопасностью. И вдруг, после великой победы Божьей, после того, как Бог ему дал вот эту победу, да, он, вот преодолев все эти искушения, побеждает в этой войне. И что он делает? Берет богов Сиира, Сиира приносит себе Иерусалим, кланится им и кадит им. Ну что произошло? Почему так случилось? Друзья, и вот ответ на этот вопрос для меня очень был важен. Я понял, что моя проповедь не заканчивается вот на этих трех положительных моментах Амасии. И теперь важно разобраться, почему так с ним случилось. И ответ на этот вопрос я нахожу только во втором стихе. И делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца. Друзья, вот есть такое качество у любой нечистоты. Любая нечистота, она имеет свойство размножаться. Например, ржавчина. Вот появилась ржавчина какая-то на, ну, например, допустим, на каком-то предмете. Она же никогда не останется в этом месте. Она всегда будет распространяться. Какой-то надлом. Вот какая-то деталь, маленькая трещинка появилась. Она же будет распространяться. Вот у моей мамы, когда-то я был в Москве, и это, ну, на каком-то общении братском. И вдруг звонит моей маме и говорит, ты знаешь, у меня появилась на ступне, то есть, ну, на ступне ноги появилась маленькая черная точка и очень болит. Ну, маленькая черная точка, что? А я там две недели на этом братском, ну, на этом общении, там, детских работников. Она, говорит, пошла к врачу, врач говорит, надо срочно вырезать, это гангрена, срочно вырезать. А вырезать страшно. А вырезать надо не просто там маленькую часть, То есть надо ампутировать достаточно много, страшно. Я возвращаюсь домой, маму кладут в больницу. Врач говорит, надо ампутировать часть ноги, ступню ноги. А мама не хочет, и я не хочу. Ну как без ноги? Давайте что-то делать, давайте капельницы, лучшее лекарство. Он говорит, мы все сейчас будем делать, но это не поможет. Поверьте нашему опыту. Мы начинаем все делать, потому что страшно. Боли увеличиваются. Врач говорит, надо ампутировать. И в конце концов мы соглашаемся. Мама соглашается, что надо ампутировать. И врач говорит, ну уже поздно ампутировать, только часть, надо ампутировать по колену, надо ампутировать теперь. Мы говорим, ну давайте еще подождем, как в одном рассказе есть. Он говорит, ну если ждать еще будете, потом по бедру будете ампутировать. Потом мы ампутировали ногу по колену. Она уже несколько лет без ноги. Друзья, ну вот какая-то маленькая черная точка. Но она имеет способность распространяться. Вот у амассии, у него сердце, давайте представим себе сердце, там сердце большое, и оно предно Господу. Вот оно предно Господу. Но там в этом сердце есть какая-то маленькая черная точка. Оно не вполне предно Господу. Ну что такое не вполне? Это значит, ну не полностью. Вот стакан налили, но не полностью. Вот если бы стакан налили до половины, мы сказали, это полупустой стакан. Если бы налили на донышке, мы сказали, почти пустой стакан. А когда мы говорим, что он не полный стакан, это значит, что он почти полный, но чуть-чуть не полный, да, вот столечко. Тут написано, не вполне предно Господу. Это не означает, что у него сердце было черное-черное и немножко хорошего, нет. Это означает, что сердце было хорошее-хорошее и немножко черного. Чуть-чуть совсем. И, возможно, это вот чуть-чуть Амасия знал про эту какую-то свою слабость, про какую-то свою греховность в своем сердце. Вот эту часть сердца, которая не предана Господу, но про нее знал, но он подумал, что это не сильно важно. Ее можно как-то запереть в своем сердце, как-то вот отделить кусочек этот, ну и контролировать его можно, да. Можно так сделать, чтобы он никогда не оказывал влияния на жизнь. И какое-то время так и происходит. Какое-то время Амасия так и жил. Вот эта черноточка в его сердце, она не давала о себе никакого знания. Но от того, что она не проявлялась внешне, это не означает, что она не росла внутри. Она распространяла свое влияние, распространяла, распространяла. И в какой-то момент времени, вот знаете, как чаша весов пересыпалась, да, и резко переклонилась. Вот чаша весов была на одну сторону, а потом резко хоп и на другую сторону, потому что какая-то последняя капля капнула. И вот резко, неожиданно у Амасии происходит полный переворот в его жизни, вот полный переворот. Он вместо поклонения Богу служит богам Сира. Причем, друзья, обратите внимание, что эти боги Сира, они вот только что показали свою неспособность защитить Эдумиян. Вот Эдумияни рассчитывали на своих богов, и их боги не помогли, и он этим богам начинает кодить. Дальше происходят последствия, друзья, вот этого изменения его жизни. Его сердце было не вполне предно Господу, а теперь оно полностью перевернулось. Смотрите, к чему это привело. Когда Амасия стал кодить своим новым богам, к нему приходит тот же самый пророк. Вот тот самый пророк, который недавно к нему пришел, он приходит к нему и говорит, Амасия, зачем ты это делаешь? Не надо это делать. Они же не избавили руки народа из Эдумиян. Зачем ты это делаешь? 16 стих. Когда он говорил ему, царь отвечал, Разве советникам царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя. Друзья, ну пару недель назад, ну может быть месяц назад. Этот пророк приходит и говорит, ты нанял 100 тысяч человек за 100 талантов серебра. Отпусти, потеряй деньги и отпусти людей. Гигантское дело, сложное дело. Амасия слушается. Через несколько времени, ну буквально через месяц, к этому человеку, к Амасии, приходит этот же пророк и говорит, значительно проще, не надо жертвовать деньгами, не надо ничего, он говорит, просто перестань кодить богам. И этот человек, Амасия, он не слушает пророка, он угрожает его убить. Он угрожает его убить. Друзья, он перестает слушать того, кого он слушал раньше. Встречаются люди, которые были христианами, верующими, все нормально. Потом в какую-то секунду времени что-то происходит, как будто бы перевернули человека. Он становится совершенно другим. Потом эти же люди, которых он слушался, которых он уважал, он перестает их слушаться, он перестает с ними разговаривать, они для него перестают авторитетом быть. Я знаю пример, когда человек читал Библию, проповедовал, потом в один день он от всего отрекается и никого из церкви не хочет видеть. В один день. Вот два дня назад он стоял за кафедрой, через два дня он говорит, что все это недостойно внимания, и братья, которые раньше были для него уважением, общение, которое он искал и радовался, и теперь он не хочет этого ничего видеть, никого не знает, никого не хочет и даже может угрожать людям, чтобы вы больше не приходили. Друзья, вот такая перемена произошла. Он перестает. Дальше, друзья, происходит ослепление этого человека. Он, знаете, что с ним происходит дальше? Амасия, значит, он советуется со своими приближенными и говорит, а почему бы нам не пойти войной против царя Израильского? И он посылает к царю Израильскому, посылает своих послов и говорит ему, царь Израильский, давай встретимся на долине, и твое войско против моего войска, и будем сражаться. И вот здесь мне интересно, что царь Израильский, мне кажется, он какой-то благородный человек был. Он посылает послов к царю вот этому Амасии и говорит, «Ты говоришь, вот я побил Идумиян, и вознесло сердце твое до тщеславия, сиди лучше у себя дома». Вот такой, знаете, такой современный коронавирусный принцип, да? «Сиди лучше у себя дома». К чему тебе затевать столь опасное дело? Падешь ты, иудеи, с тобой. То есть царь Израильский предупреждает царя Иудейского, ты же нанимал мое войско, сто тысяч человек ты оценил лучше, чем триста тысяч своих. Ты же понимаешь, у меня профессиональная армия, что у меня огромное количество людей. Ты же знаешь, что я сильный воин, у тебя слабое царство. Вот ты просто победил Идумиян, и то, потому что тебе Бог дал эту победу. И теперь ты думаешь, что это твоя победа. Ты думаешь, что это ты заслужил, это же Бог тебе все дал. Ну это уже своими словами, конечно, говорю. Друзья, ну Амасия, он забыл, что это Бог дал победу. Он забыл, как он боялся. Он забыл, как он нанимал войско. Он возгордился настолько, что он говорит царю Израильскому, «Давай сражаться, я сильный». Даже царь Израильскому притчу приводит, он про Терн, который там, ну там я не буду читать, там целая притча, он ему рассказал. Он его начинает убеждать, не надо этого делать. Царь Амасия в гордости своей начинает настаивать, они сходятся в битве. Конечно, Амасия проигрывает, и потому что Бога с ним не было уже к тому времени, и потому что у него на самом деле войско очень слабое. Царь Израильский Иоас заходит в Иудею, разрушает Иерусалим, но опять-таки, видимо, он был достаточно неплохой человек, он оставляет Амасию в живых, оставляет его царем, не забирает его царство, уходит, просто взяв добычу, а царь Амасия влачит жалкое существование, и в конечном итоге заканчивает свою жизнь, так же, как закончил свою жизнь его отец Иоас, сделали против него заговор и убили его. Друзья, последствия вот этого переворота жизни какое? Он отступает от Бога, его сердце превозносится, и эта гордость затмевает ему глаза, он перестает даже логически рассуждать, он перестает правильно оценивать ситуацию и погибает в конечном итоге. Друзья, начало жизни Амасии прекрасно, можно взять для себя прекрасные примеры, мы взяли три урока жизни Амасии, конец жизни Амасии ужасен, переломный момент был очень релик, резкий, прям в одну момент он переломился, вот в одну момент он изменился. В чем причина? Я уже сказал, причина в некой скрытой внутри проблеме, то есть в некой скрытой, в скрытом грехе в сердце, в некой скрытой, может быть, какой-то страсти в сердце, может быть, какой-то нечистоте в сердце, с которой он не захотел избавляться, он не посчитал это важным. Почему апостол Павел, Петр, другие апостолы очень часто предупреждают, смотрите, чтобы какой злой корень не укоренился, чтобы потом он, когда вырос, им не осквернились многие. Почему так много говорится о том, что малая закваска заквашивает все тело? Друзья, очень много в Библии предупреждений о том, что нужно обращать внимание на мелкое, на то, что нам кажется недостойным внимания, но это недостойное внимание, оно не останется само по себе, оно обязательно будет распространять свое влияние и будет идти дальше и дальше и дальше, и в какой-то момент времени оно пересилит, и человек сам себя даже не узнает. И у него поменяются взгляды, у него понимаются приоритеты жизни, у него поменяются ценности. Удобный случай настал. Он увидел этих богов Сеира, и что-то переломило свое сердце, и он этим богам стал кланяться. Может быть, он любил этих богов. Вот что-то подобное было у Гедеона. Вот там есть такой маленький момент, когда Гедеон там врагов своих поразил, он там за ними долго-долго бегал, потом он их поразил, и когда он их поражал, написано, что он у ослов там, по-моему, или у верблюдов, у верблюдов вроде, он увидел серебряные вот какие-то украшения, и он взял их себе. Там такая маленькая пометка, и он взял эти серебряные украшения себе. Потом прошло время, и когда Гедеон уже утвердился, и все было таким, уже победа была полностью за ним, его бог прославил, ему говорят, давай ты будешь царствовать над нами. Он говорит, нет, я царствовать не буду. Только дайте мне серебро из ушей ваших. То есть, видимо, вот эта проблема была у него изначально. Он даже с животных серебро себе собирал, потому что ему это нравилось. А когда он воцарил, ну не то, что воцарился, когда он утвердился, он говорит, мне ничего не надо, вот только это дайте мне. И написано, и это было сетью и для него, и для его семьи, и для народа израильского. То есть, друзья, вот какая-то мелочь, которая может потом очень сильно изменить ход жизни, потому что в какой-то момент времени, в какой-то определенный день, эта мелочь, она станет основной, она пересилит. Друзья, вот мы сегодня молимся о братстве, да, и я сейчас готовлю серию проповедей в церкви, проповедую по посланию Петра, первого послания Петра. И вот вторая глава первого послания Петра, он говорит, и сами, как живые камни, и устрояйте из себя дом духовный, и священство святое. И вот там, и в этом послании, и в других посланиях церковь Божия, она сравнится с храмом Божиим. А каждый из нас, как камешек в этом храме. Вот, то есть, церковь, вот вся церковь такая вселенская, большая церковь, она как огромный-огромный храм, а мы как камешки. Друзья, и как важно, чтобы эти камешки были настоящие, твердые, да, чтобы они не были вот с этой трещинкой. Потому что вот какой-то камешек разрушился, и знаете, это, ну, может быть, большая проблема. То есть, это целая дыра в церкви получилась, да, то есть, в эту стену может враг пролезть и так далее. Друзья, поэтому для нас это тоже важно. Важно не только, вот, чтобы наше сердце было преданным Господом, но чтобы оно было вполне преданным Господом. Конечно, это невозможно сделать быстро, невозможно сделать в одночасье, но мы должны об этом переживать, чтобы то, что в нашем сердце есть, и то, о чем мы знаем, что оно не преданно Господу, с этим нельзя мириться. Это нужно приводить в порядок, это нужно очищать, убирать, чтобы это не привело к таким последствиям, как в Амасе. Вот на этом я хотел бы закончить. Давайте мы об этом помолимся. Аминь. Спасибо. 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 Продолжение следует...